Ребятки, всем доброе утро! Я сегодня все начало дня просто хочу сидеть лежать и не шевелиться не знаю, что это у меня за ерунда какая-то слабость не знаю, такое чувство, что я как будто хочу заболеть но пока еще не заболела в общем, нет настроения мне хочется сидеть меня еще немного тошнит короче, я не знаю, что это ерунда, но состояние мое чуть не очень Семка смотрит мультики мы с ним поиграли, у нас пылесос пылесосит, Сережа на работу проводили Семка уже искупаться успел и ой сыночек уже в себе пинается и мы заказали продукты потому что мы на улицу сегодня выходили с утра я не знаю, пойдем ли мы вообще сегодня или нет, потому что, как я говорю, слабости очень неохота если мы съем и выйдем, то он пойдет на другую площадку это далековато обратно возвращаться короче, не знаю, посмотрим вот, и либо из-за жары у меня такое состояние короче, не знаю но здесь у нас кондиционер поэтому в зале вроде как нормально сижу и отдыхаю уже жду, когда уложу Семку спать и наверное тоже сама сегодня днем посплю ну если усну лягу на кроватку сейчас схожу в душ и полоснусь а то как-то хочется не знаю помыться как-то короче, в моем состоянии я так не хочу делиться этим негативом но что поделать если день у меня сегодня такой и вообще мне все лень мне ничего не хочется у меня вообще в планах было отвезти сегодня наконец-таки уже, блин я уже все пакеты подписала с одеждой в секонд-хенд но блин сегодня очень жарко завтра скорее всего тоже поэтому жду хотя бы 25 градусов вот так неохота ехать в такую жару в автобусе вообще не вариант ладно, если с кондиционером но у нас бывает включают кондиционер и прочее пока что просто сижу дома они много эти пакеты места занимают хочется от них избавиться потому что у нас постепенно появляются вещи для малыша и их просто куда-то нужно складывать я не люблю, когда у меня в шкафу нет свободного пространства поэтому мне это напрягает и из-за этого тоже настроение портится ну ладно надеюсь, что мое настроение поправится с тем, как погода снизит немного свои градусы и все будет хорошо и прекрасно Ребятки, у нас тут Семен выспался и мы ничего себе, что заметила Сема перед сном тут сидела и рисовала и смотрите, что он сделал нарисовал холмастером в красках гениально вот это ты придумал мы сейчас сидим рисовать сели да, Сема меня привел и единственное, что я сделала полезного пока Сема лежал, спал это то, что я выставила на Авито Семкин плед в котором он выписывался давай, что надо сделать? тебе черный нужен? давай мы тогда для таких целей возьмем вот это выставила на продажу потому что мы им явно не будем пользоваться Арсений будет выписываться только в конце октября в начале ноября скорее всего и как бы тут уже в этом комбетике будет попрохладно я ему буду новый покупать а этот прям в хорошем состоянии мы почитаете просто из больницы выписали из роддома и потом там пару раз погуляли и все поэтому я его выставила будем посмотреть если кто-то купит хотя сейчас-то наверное еще рано Потому что он больше на осень Грузовик, да Сваи забивают Только 3 часа пробила И сразу ремонт начали делать Садик продолжают строить Кстати, наш садик строят И, кстати, очень активно И я вот не знаю В следующем году, скорее всего, только сдадут Ну, даже если в следующем году Это будет очень супер, чтобы никуда Семку далеко не таскать И прям тут выйти 3 минуты В садик, да? Ка-ка Замарался? Ну, я тоже специально так сделал Пальчиками нравится рисовать? Да Ну, можно Потом ручки главные помоем с тобой сразу Мама Да, ты будешь мыть У нас еще Сережа написал сегодня То, что у него завтра Опять полвыходного только будет Там нужно на работе Не знаю То ли работать Многие, то ли работать некому И он пойдет с вечера выходить А у меня были планы на завтра Потому что сегодня должны были привезти Шторы Я еще blackout заказала Вот, я хотела, чтобы Сережа их повесил Но, скорее всего, завтра он этого не сделает Потому что перенесли доставку на завтра Скорее всего, это будет доставка вечером И Сережа уже идет на работу Ну, ладно Подожду Тут ничего страшного, конечно Но я ему заказала две рулонные шторы Они типа blackout Ну, понятно, что они такие, как тканевые Да, они супер классно не затемнят Но хоть немного Потому что у Семы очень светлая комната Хотя мы уже привыкли все спать Мы нормально спим С закрытым Точнее, с открытым окном Сейчас у нас светло В принципе, да Темнеется, наверное, только часов в 12 И мы нормально до утра, как видите, спим Но мне кажется, что на Сема сейчас опять начал влиять цвет Потому что его сложно уложить Давай, какой тебе еще? Ой, ручки Покажи ручку В камеру покажи Сема, почему-то именно черный цвет выбирает У него раньше был красный, любимый А сейчас черный Да, мама грузовик нарисовала Красивый? Мама Да, тебе нарисовала Мы с Семой прогулялись Гуляли опять 2 часа Но мы вышли в 5, наверное Сначала было жарковато Но потом жара спала Солнышко начало исчезать Но мы с Семой зашли на Валберис Как я уже сказала Первая покупка это для Семы Я купила Семе купальные трусики Плавки И вроде как они должны ему подойти Потому что по размеру посмотрела Это 86 размер Нет, 92 И у него вроде трусики такие же Ну короче, если что-то не пойдет Можно немножечко затянуть Посмотрим Мы просто собирались в аквапарк Сходить Вот трусики нужны Дальше я купила Салфетки Это все уже в роддом и для малыша Салфетки Джунис Детские Не знаю, я такие не пробовала Но взяла упаковку 96 штук Ройка 99% воды И думаю, что все будет хорошо Дальше я взяла прокладки для груди Вкладыша Одноразовые тоже В роддом возьму Несколько штук Плюс еще первое время Пока лактация устанавливается Они мне пригодятся И еще у нас есть посылочек Для роддома Это Аквабэйби Так Дэн, прикиньте, мы похоже прочел Ё-ма-я Нет, надеюсь, что не пройдет Нет Вроде целый Нет, все целое Это гель для подмывания Тоже в роддом И последняя, да Последняя вещь Которую я купила Это Мой наряд на роды Это такая вот Начнушка Это, по-моему Короче, большой размер 50-й, кажется Но здесь указано 50-52 Но, на самом деле, он, по-моему, 48-50 Потому что там на размер Но, я думаю, с животиком нормально На роды нужно что-то такое просторное Плюс то, что будет Не жалко, да Так как роды это такой процесс Очень, знаете, не чистый Не совсем, да Всякое может быть И кровь, и воды В общем, взяла себе ночнушечку Такую Я, кстати, первую ночнушку брала у бабушки Какая-то старая там у нее оставалась И я ее потом в роддоме оставила Потому что Не вижу смысла ее потом тащить домой И чтобы вернуться, как говорится И вот в итоге я, вроде как, возвращаюсь в тот же роддом Так, все На этом у меня все Посылочки бы все разобрались Семка уже сходил в душ Не знаю, что он не хочет у меня кушать Я ему предлагаю Но он не особо активно проявляет интерес к пище Ну, наверное, из-за того, что все-таки жарко Мы прогулялись прям И я устала опять от этой жары Но вроде как с завтрашнего дня Горатус должен чу-чуточку снизиться Ребятки, у меня сегодня просто странный день А мы ко мне Божечки Сережа шлет мне сообщение Ко мне сегодня в звонок позвонил сосед И он попросил ключ от замка на окнах У нас от застройщика сразу установлены Короче, защита от детей, замки Вот они закрываются У всех одинаковый ключик Но как бы их выдавали при получении ключей И у нас, по-моему, 3 или 4 набора Там по 4 штуки Вот Но он позвонил в дверь Я так испугалась Потому что я Если я кого-то не жду Для меня Если кто-то мне звонит в домофон Или кто-то звонит в звонок Или стучится в дверь Или прям стоит на пороге Для меня это стресс нереальный Не знаю, какой-то страх незнакомых людей Которые там могут ворваться к тебе в комнату В квартиру Точнее, короче, у меня это всегда было Наравне с звонками по телефону В общем, моя такая больная история Вот И я сначала не открыла дверь Я спрашиваю, кто там Потом смотрю в звонок В глазок И вижу, что вроде как Я этого соседа уже видела У нас прям рядом с квартирой нашей живет И я вспомнила, что когда-то Может быть, месяц назад Он сверлил в неположенное время Пару отверстий там делал И вот Сережа выходила И вот я вспомнила Этого мужика Короче, отдала ему ключ Отдала навсегда И все И закрылась Но перепугалась я У меня уровень адреналина Просто зашкаливает И я таких ситуаций очень сильно пугаюсь Вот Семку уложила спать Кстати, это было почти в 9 часов Когда мы как раз таки Отправлялись в кроватку Сема спит Сейчас время полдесятого И, блин Опять день пролетел Я это, наверное, говорю в каждом влоге Но я не успеваю Я еще в Семке заказала костюм Этот осенний-весенний Демисезонный Такой типа с утеплителем Там до нуля градусов И вот жду Когда придет Как будто бы он сейчас приобретет А еще из новостей У нас появился племянник Родила Сережина сестра двоюродная Вот И теперь Ее родов дождались Теперь ждем Когда появится на свет Арсений Короче Теперь ждем моих родов И я когда Узнала, что она родила Я вчера узнала И я такая подумала Блин Что-то мне уже тоже хочется родить Хочется уже с малышом понячиться А потом я такая понимаю Что Ну как бы Понятно, что рано Это все понятно А потом я такая понимаю Что малыш появится Новые заботы Проблемки Новые вопросы Которые нужно решать Ну в общем Такое приятное чувство Ожидание Так что никуда не торопимся Еще ждем Готовимся Я тут осознала Что у меня так много вещей есть И мне по сути Мало всего нужно докупить В принципе Даже основные вещи у нас есть Но там есть Мои небольшие хотелочки Которые я хотела бы Для второго малыша По сути Можно практически ничего Уже не покупать Но хочется Поэтому я Опять зависаю На всех маркетплейсах Сейчас вот смонтирую влог Лягу Полежу Чуть-чуть Залипаю Сейчас в темке заказала Комбез А я по-моему Вам уже говорила Да Вот Нужно еще Арсению Заказать Насказываю Я не могу вспомнить Говорила я вам Об этом сегодня Или нет Я с каждым днем Становлюсь Все глупее Глупее Ничего не помню Ладно Значит пора Завершать Этот влог Монтировать его И увидимся С вами завтра Всех люблю Целую Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok